Всем приветики! Выйти из дома за 7 минут до бровей А я предусловлю, что мне идти 15 минут Где-то была плохая идея, конечно Не очень хорошая, противно Режим На брови, стилизацию Укладку и окрашивание Наконец-то Делала однажды ламинирование Мне вообще не понравилось Не очень Поэтому я решила по старенькому По старой схеме Очень надеюсь, что нормальные брови сделают Не как однажды в Беларуси Поэтому беру почки Кстати, смотрите, у нас тут прям Silent Hill Такой прям туман Обожаю наш райончик Вежовый Очень Здесь постоянно происходят какие-то тусовки Постоянно люди приходят в рестораны Красиво наряжаются Знаете, и ты такой с туалетной бумагой, идешь домой Так, ну что Это было В кельме Наверное, тут лучше видно Заросшие бровки Сейчас посмотрим, что будет после Промежуточный результат И как похоже на джигурду немножко Симпатичного Так, ну что И вот оно после Симпатичненькое Так лучше Как вам? Готовлю стол к приходу гостей И хочу поделиться с вами Любимым салатом с запеченными перцами Этот салат действительно на все случаи жизни Готовить его несложно А эффект получается вау Все ингредиенты вы найдете в описании Я заранее уже запекла перчики Видите, они должны быть такими Темненькими, чтобы удобно было Их очищать как раз таки Теперь мы их очищаем Я это делаю в перчатках Потому что так удобней Так как перчики, видите Как перчатки замораны Они достаточно сильно красятся Естественно, много удобнее Снимать с них кожицу в перчатках Нарезаем помидорки На две части Очень люблю этот салат За простоту И за то, какой он получается вкусный Ну все, я думаю, помидорок достаточно Сразу же разрежем Перчики Видите, перчики я режу вот так Конечно, можно и разорвать Можно и разрезать Высыпаем руколу Мне нравится, чтобы было побольше У меня рукола сразу же мутая Так что не пугайтесь Далее помидорки Я выкладываю их Вот так вот По кругу Кстати, этот салат можно готовить Как просто на ужин Либо когда к вам Вот как к нам сегодня Приходят гости Либо на какой-то Новый год В общем, на любой праздник Он будет прям Украшением вашего стола Далее у нас идет Желтый перчик И красный перчик У меня один человек Не остался равнодушным Знаете, с этого салатика Поэтому очень вам его рекомендую Абуратта лежит в специальной жидкости Это такой вот сырочек Теперь заправка Заправка тоже очень простая Мы берем любое оливковое масло У меня это какое-то греческое Немного сока лимона Немножко горчицы Пол ложечки И последний ингредиент Это вот такие вот заправочки Для салатов Я думаю, что в России их тоже можно найти Какие-нибудь подобные Ой, тут нас начало немножко Все, я чуть-чуть их еще добавляю Все, наша заправка готова Поливаем наш салатик И еще Нужно добавить немножечко орешков У меня орешки еще из Сибири, кстати Храню их в морозилке И потом подогреваю Вот такой-то получается Красивущий салат И сейчас мы их посыпем орешками Ой, орешки палю Также один из моих любимых ингредиентов Это вот такой-то бальзамический соус Вот такой-то бальзамический соус Кстати, ее в России тоже можно купить Последний штрих Наш салатик готов Надеюсь, что вам очень понравился этот рецепт Он невероятно вкусный Поэтому прям советую Вам его готовить У нас будет всего 4 человека Поэтому я много нарезки не делаю Мне нравится, когда, знаете, когда все съедают Это моя самая любимая Чтобы ничего не осталось Самая любимая Это, конечно же, мед У меня, кстати, мед из Греции Очень мне он нравится Такой вкусный Ну вот и Такие у нас получились Ассорти Кстати, насчет алкоголя Из Италии мы привезли Вот такую вот лимончеллу И смотрите, что тут есть Это рецепт Можете заскринить Такого Полини шприц Называется Очень похож на Апероль шприц Рецепт Вот будем пробовать И вот есть еще второй рецепт Тоже можно заскринить Это, я так понимаю С чем-то более Крепким, чем Просекко Я просто, я не знаю, что такое Ангастура Питерс Я без понятия Если кто-то знает Напишите в комментариях Приветики Идем покупать уход От Кехо Кьюс Как я его называю Кьюс, но это неправильно Долго читала И наконец-таки решилась Новый год Я думала Куда елку наряжать Уже можно А вон мы Уцели прямо Вот этот самый Магазинчик День добрый Так, ну что Я уже с покупочкой Взяла себе Вот такую Миднайт Сыворотку на ночь Концентрат вернее И Мне тут дали Такие пробнички И вот такой Это крем У них какая-то Рождественская коллекция И она намного Дешевле Чем Была Еще, кстати Ничем Господи, что сказала В общем Намного выгоднее Брать большую упаковку Крайне мере Мне так сказали Мне кажется Мы будем пользоваться Им год Я думала, что это Такое, знаете Как Микстура Нет Как Что-то под крем Оказалось, что Это тоже крем Точно такой же Только Немножко в другой Консистенции Поэтому Ушла только С одним кремом Кстати Те самые Advent календари От Kiehl's Очень даже Симпатичные А, презентовала Застава Да Очень некое Смотреть Как прикольно А сколько Это стоит? 359 То есть Это тоже Добра Цена Потому что Было Четание Ничем В составе Ничь Ничь Отдельно Ну так Мышлен, что Очень доброе Цена А сколько? А сколько? Мышлен, что Дроже Так? Не Сама Цена 359 Так Потому что Сто 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 Продукты Так То есть Витамина C и Супер Мультикорректив Крем З Ретинолем Сама Витамина C Как бы Пани Купить 279 Злот Крем 299 Злот Więc Ма Пани Понад 500 Злот А тут 359 Злот Зестав Масэчек Витами Витами Все, теперь у меня еще новенький этот, новенькая хотелка, но у меня теперь целая, целая просто банка гигантская с кремом. Приветики, мы вышли прогуляться, посмотрите на какой красивейшей улице мы сейчас находимся в Варшаве. Естественно, впервые до нее добрались, посмотрите, какая архитектура, какой барельеф, я же теперь выучила это слово барельеф. В общем, все скульптуры, которые находятся на здании, это барельеф, такой маленький экскурс в архитектурные термины. Давайте пройдемся по этой потрясающей улице, очень красиво, очень красивая архитектура, во всей Варшаве красивая архитектура. Вот, я думала, это кабарение, классный, да, театр, я думаю, сюда однозначно нужно зайти как-нибудь. Смотри, класс же, вот я такое никогда не смотрела. Стреки дверь. Кстати, чем еще в Варшаве классно, это то, что здесь сохраняют двери. То есть, если у нас двери меняют на какие-нибудь пластиковые, то здесь, скорее всего, они реставрируют старые, и это выглядит очень красиво. То есть, если посмотреть на каждое старинное здание, в нем обязательно будет дверь. Такая старая, какая вот и она и была задумана в этом здании. Вот, смотрите. Все, красивая улица закончилась. Дальше у нас обычная улица. У нас в планах сегодня поесть мои самые любимые кроссаны из Шарлот. Зайдем туда вместе. Хорошо, вот мой любимый Шарлот. Пойдемте. Очень надеюсь, что тут будет круассан цитринового. Так, смотрите, как много здесь различной выпечки. Все выглядит супер аппетитно. Я пришла за цитриновым круассаном. Не знаю, конечно, есть он или нет. Сейчас спросим. Кстати, если будете в Шарлот, обязательно заходите в эту пекарлию. Тут очень классно. Мои круассанчики с пылу, с жару. Посмотрите. Предвкушение.